Егор, вот если позволите... Либо, возможно, в варианте германском или американском, где речь идет о федерации территориальных единиц, которые не имеют никакого этнического отличия друг от друга. Егор, если можно, я бы хотел вас перебить здесь. Егор, это Владимир Ленский из Нью-Йорка. Хотел бы, если можно, вас немножко перебить и задать вам вопрос. Во-первых, что касается Германии. В каждой из германских земель даже язык отличается сильно от того, на котором говорят в Берлине. Есть такое понятие Hochdeutsch, высокий немецкий, на котором говорит вся нация. И есть акценты, на которых говорят каждая из отдельных этих областей. Но дело не в этом. Вы говорите, что для того, чтобы избежать национальных проблем в России, нужно создать единое государство, национальное государство русского народа. Я бы очень хотел вас попросить дать определение русского народа. Что такое русский народ? Это только славяне, это только русские. Что делать с такими, как я, которые там, я не знаю, на четверть евреи, еще на четверть татары и на половину славяне? Вы понимаете, дело в том, что национальный вообще тезис четверть евреи, половину татарин и так далее, он совершенно абсурден. Этническая идентичность, на мой взгляд, не является другной величиной. У человека может быть то или иное происхождение. Скажем, он может происходить, например, от русского и армянки, или от армянина и русской, и так далее, и так далее, и так далее. Но в каждом случае сам для себя он выбирает и определяет, является он, идентифицирует он себя с русским народом или с каким-то другим. Эта идентичность не является другной, нельзя быть наполовину. То есть наполовину русский и наполовину кто-то еще, это шизофреник, это человек, который не может разобраться в себе самому. Спасибо за диагноз. Спасибо за диагноз. Идентичности, вы либо ощущаете свое братство с русскими, либо с кем-то еще. Это нормально. Это нормально для любой страны, это нормально абсолютно для любой идентичности, для любой национальности. Я все-таки уже хочу спросить... Что касается того... Да, к сожалению, у меня проблемы со связью, поэтому я не всегда сразу реагирую на то, что... Спасибо. Я хотела бы обратиться к нашему второму гостю, Али Хасановичу Татаркулову, председателю президиума Российского конгресса народов Кавказа. Вот, Али Хасанович, а на ваш взгляд предлагаемое решение, оно нас приведет к чему-то единому, к стране, в которой не будет каких бы то ни было проблем, возникающих на межнациональной почве. А куда денутся, простите, таджики, там, чеченцы, надо сказать, да, которые являются частью Российской Федерации, они тоже будут русскими? Куда денутся дагестанцы? Вот что с этим делать, на ваш взгляд? Чеченцы, дагестанцы, все кавказцы, слава богу, никуда не денутся, что бы ни говорили русские националисты. Мы будем развиваться и как кавказцы, и как россияне. Безусловно, русский государство образующий народ, и русская культура, и русский язык доминирующие. Я не хуже русских говорю на русском языке, и очень мало русских говорят на кавказских языках. Но я хотел бы сказать, что я категорически против того, чтобы всех превратить в русских. Каждый народ имеет право на самоопределение. И мне кажется, что надо, наоборот, крепить именно федерацию. Мы должны, не русские, тоже имеем право на свою культуру, на свой язык, и мы каким-либо образом должны это сохранять. Автономии нам дают какое-то право на это. Но мы не хотим разваливать страну. Мы хотим жить в большой и дружной семье, стране, но где у нас тоже есть свои права. Если русские нам отказывают в этих правах, то они должны сами определиться со своей страной, с границами своей страны. У меня к вам вопрос в связи с этим. Скажите, пожалуйста, а как вы лично видите мультикультурализм по-российски, по американской модели или по, я не знаю, например, германской модели? Потому что в Америке ни одна из этнических групп, ни одна из нас не может утверждать, что это их земля, потому что все откуда-то приехали, и все вместе действительно создавали единую нацию. Федерация — это уже, как вы сказали, это совокупность республик или автономии. Какой вариант для России вы видите? За каким вариантом будущее? У России должен быть свой вариант. Мне ни американская, ни германская модель не подходит для России. Для России вообще не подходят никакие другие модели. Россия уникальная страна. И Россия изначально мультикультурная, изначально многонациональная страна. И нам, безусловно, надо брать что-то хорошее у других стран чему-то учиться. Но с учетом нашей истории, наших традиций, наших сегодняшних реалий. Просто брать у кого-то пример и перекладывать на Россию. У нас всегда стремятся именно к этому, и всегда это у нас выходит боком. У меня вопрос, знаете ли, очень простой. Сейчас в России случилась недавно история в Бирюлеве Западном. Эта история до сих пор актуальна более чем. В Бирюлеве рассказывают о том, что дворников, например, ежедневно забирают, ежедневно привозят в отделение, ежедневно отпускают. И так каждый божий день. Очень многие... Катя, ты забыла сказать про 500 рублей. Да, ну они отплатят... Естественно, господи. Естественно, они платят положенные там какие-то 500 рублей там, где надо, в полиции, да, или там конкретным полицейским. Их отпускают так ежедневно. Очень многие узбеки, которые работали в Бирюлеве и в Москве вообще там, на окраинах российской столицы, они просто уехали. Вот как вы считаете, да, вот если... Мы можем очень много говорить о государственной политике, о том, вот какой она должна быть, к чему должно все это привести. Но вот сейчас конкретно у людей, которые приезжают в Россию, гигантские проблемы. А коренные, так называемые москвичи, коренные россияне, говорят, что у них проблемы от приезжих, и они преступники. Вот скажите, вот как выйти из этой ситуации? Можно очень коротко, какой вы видите выход, как представитель кавказского народа? Да, сегодня у всех проблемы, и у приезжих, и у местных, но это проблемы, которые связаны с правовым беспределом, который у нас есть, и с социальным порядком. И русским националистам надо было бы у властей требовать, чтобы наводили порядок, и укореняли этот... Искореняли, вернее, коррупцию и другие наши болезни нашего общества. Вместо того, чтобы бедных дворников каждый день забирать в отделение милиции, получать с них по 500 рублей. Я вас благодарю... Рыба гниет с головы, и надо вот с нее и начинать. Ну вот, собственно, об этом очень много пишут в социальных сетях и в статьях разного рода, в российских средствах массовой информации, о том, что именно полиция, именно искоренение коррупции на местах поможет для начала, для решения этой, собственно, проблемы. Я не могу не зачитать комментарии, которые уже приходят к нам в Фейсбуке. Очень много пишут люди, вот на вопрос, возможно ли, что националисты придут к власти в России. Вот, например, Изольда Гелат пишет, они, националисты, уже у власти, просто пока маскируются. А Арт Сиренко написал, а можно ответить, что нам по барабану, извините, мы в Америке живем. Денис Дом кречет, прокомментировал вопрос Артевя и следующим образом. Мой дед, моя бабушка, их братья и сестры полвека назад руками рвали фашистов. Я не могу осквернить память наших предков. И Ирина Уссельман так прокомментировала вопрос программы. А мне нравится, что все маломальски весомые в мировой политике страны могут делать, что сочтут нужным. А Россия прямо все, кому не лень, указывают, как дела вести. Но вот это вот очень распространенная, друзья, мысль о том, что у России свой путь, он свой, и она сама должна решать, как с этим быть. И она сама должна понимать, в каком направлении двигаться. Вот к Москве и нашим гостям московским мы обязательно еще вернемся в продолжение нашей беседы. не могу не поделиться с вами фотографией пользователя в Facebook главного редактора, замглавного редактора МК Эдара Муждабаева. Вы видите этого замечательного молодого человека. Он зигует, как это сейчас принято говорить. И вот подпись под фотографией молодой человек бежит занимать место дворника, освободившегося после того, как всех узбеков отправили домой. Ну что, на канале Арт-ТВ программа «Сомнения». Мы вернемся через пару минут на связи Тель-Авив. Очень скоро. Не переключайте перерыв короткий.